Я буду заказывать зелье самого А4 Влада Бумаги. Стоит оно приличненько. Ну, думаю, все равно. Ладно, заказываем. Чухается лицо! О, ребята! Всем привет, ребята! Вы на моем собственном канале. Ребяточки, давайте перед началом видосика поставим лайк, чтобы выходило побольше видосов. И по традиции, три комментария. Первый комментарий, второй и третий. И сегодня я буду заказывать зелье самого А4 Влада Бумаги. Там написано, что если его выпить, то ты превращаешься в Влада Бумагу. Сегодня это проверим. В общем, сейчас пойдем к компьютеру заказывать это зелье, покупать его в Даркнете. В общем, сейчас увидимся возле компакта. Так, ребята, давайте закажем это зелье. Давайте посмотрим. Так. Ну, стоит оно приличненько. Ну, думаю, все равно. Ладно, заказываем. Так, ребята, ну все. В принципе, купили это зелье. Сейчас будем ждать, пока его принесет курьер. А вы перед началом, если кто-то не подписался, то давайте подпишемся, потому что без подписки вас смотрят очень много людей. Так что давайте все-таки порадуем мистера Русланичка и подпишемся сейчас. И поставим обязательно колокольчик, чтобы уведомление приходило прям сразу. Ребята, напишите в комменты, хотели бы вы выпить А4 зелье. Каждый мечтает хоть раз в жизни стать на один день Владом Бумагой. Потому что, ребята, у него столько, походу, бабла и столько подписчиков, что он даже на улицу, походу, не может выйти. Он в магазин просит, чтобы Кобяков сгонял, а Глента чисто, чтобы за водичкой сбегал. Ну, я думаю, это типа наоборот, скорее всего, минусом, чем плюсом. Не, понятно, понятно. Но, с другой стороны, у тебя куча денег, у тебя куча известности, у тебя здоровый дом, у тебя яхта нахрен. У тебя, я даже не знаю, что у него есть. У него есть ламба какая-то. Я думаю, у него есть все, что он захочет. Вот в этом прикол. А что бы ты купил, если бы у тебя была куча денег? Ну, я бы купил себе студию музыкальную. Ребята, напишите в комменты, что бы вы купили, если бы у вас была куча денег. Только давайте такое. Я бы купил себе замок. Ну, хотя, может, у кого-то мечта такая есть. Что бы вы такого купили классного, уникального? Напишите в комменты. Самый уникальный, так сказать, комментарий я выложу в следующем ролике. Так что давайте, так сказать, удивите меня и расскажите всему миру, что бы вы хотели такое приобрести уникальное. А ты бы не хотел замок, блин? Я бы хотел замок, но это не супер такая. Ну, прикольно же замок, прикинь. Именно такой готический большой замок. Офигеть, как его убирать? А, походу, его убираешь. Да нет, ну, если я думаю, если ты уже купил замок, то тебе уже и как бы убираться там точно не надо. Кто-то будет убираться, это уже не твои заботы. В принципе, в принципе, да. Опа, кто-то стучит, ребята. Опа-на. Ребята, все, мне привезли зелья Влада бумаги. Сейчас я покажу поближе. Короче, оно какого-то малинового цвета. Я не знаю, с каким оно вкусом. Вот написано, зелье А4. Тут сам Влада бумага. Но, короче, сейчас будем пробовать на вкус, во-первых, какое оно. Давайте проверим сначала запах. Но пахнет довольно-таки приятно. Я не знаю, я не скажу, пахнет это как А4, потому что я его никогда не нюхал. Я не собираюсь, ребята. Но пахнет приятно. Но мы о самом главном не поговорим. Как ты думаешь, что будет? Ты реально прямо вот встанешь? Нет, подожди. Как это будет? А может, у меня волосы побелеют? Ну, как-то слабовато для такого изделия. А ты думаешь? Короче, ребята, пишите, как вы думаете, я реально превращусь в А4? Вот кто еще не досмотрел видосик, напиши. Если ты угадаешь, то ты красава, блин. Но, не знаю, превращусь я в лада бумагу. Ну, честно, не знаю. Вот мы похожи, вроде вообще нет. Вроде вообще нет. Тем более у меня борода такая здоровая. Вообще нет. Короче, сейчас буду пробовать. Посмотрим, что будет. Возможно, у меня поменяется мышление. Возможно, волосы побелеют. А возможно, реально. Знаешь, как в Гарри Поттере было? Помнишь? Движный дождь? Не-не, помнишь, что у них было, типа, они выпивали какую-то штуку, и они превращались так. Может, это так работает. Но выглядело это как-то больновато. А как мне с тобой? Что мне... Что бы... Короче, если ты станешь реально в А4, что мне у тебя спросить, чтобы получить ответ? Что бы... Пароль от канала. Шучу, 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 ребят. Пароль, а почта, да. Почту сюда. Не, ну да-да-да. Ну, короче, спроси меня... Да я фиг его знаю. А что бы ты спросил у А4? Вот представь, я стану настоящим Владом. А что ты спросишь? Когда новый клип? Да, ну, как-то не особо интересно. Пусть ребята напишут в комментах, потому что я, если честно, хрен знает, что... Напишите, какой бы вопрос задали А4, если у вас была возможность. Ну, я бы спросил, допустим, вот сколько ты реально зарабатываешь? Как думать? Сколько ты зарабатываешь? Оказавшись перед Путиным, что ты бы скажешь? Это вот из того же разряда. Ну, короче, ребята, пишите свои версии вопросов в комментариях, а я попробую это зелье. Я думаю, я чуть-чуть выпью, чтобы, так сказать, не стать прям бумагой. А так, просто чуть-чуть... Бумажник. Чуть-чуть бумажником стать, ну, не бумагой. На вкус похуже, честно, я скажу вам, чем на запах. Чем А4. Но, думаю... Бля! Фу, ребята, я, если честно, как будто это какая-то херня была. Бля, не очень это вкусно, ребята. Честно. Ну, я думаю, в комментах еще напишите, бля, давай больше пей. Ради вас сделаю второй хлоточек. Ну, противно, противно. Все-таки запах вкусный, а по вкусу вообще невкусно. Ну, все. Все, ребята. Я выпил зелье А4. Сейчас будем смотреть, что со мной происходит. Меня будет снимать Кирилл. Так сказать, спрашивай у меня какие-то вопросики. Если видишь какие-то виды изменения, что я меняю, что что-то в моей походке, в моей мимике, возможно, в теле что-то изменяете. Сразу говори, потому что я ничего пока не замечаю. Я же себя не вижу. Я постараюсь не засмеяться, потому что я думаю, как минимум, это будет забавно. Так, ну, пока, ребята, чувствую, чувствую просто прохладу тут идет, типа, по телу. И вроде все пока очень, так сказать, обычно. Что обычно делает кладбумага? Давай. Видосы снимаем. Видосы снимаем. То, что и мы сейчас тоже делаем. В принципе, в принципе, в принципе, я думаю... О, блин, а выкупаешь это движение какое-то? Это что он так делает, да? Оно как будто само так сделалось. Знаешь? Ты перестать можешь? Не, я могу, но оно наш... Блин, чувак, подожди. Что-то в голову чуть-чуть давит. Фух. Ох, ты ж, блин. Жестко, жестко. У меня какие-то воспоминания появляются, чувак. О, вот это прикольно. О, я вижу как фильм какой-то, выкупаешь. Где ключи от лампы? Я не знаю, не знаю. У меня сейчас какие-то воспоминания с его детства какие-то. Я не понимаю, что за фигня, чувак, вообще какая-то. Фух, ребята, честно, я расскажу вам свои ощущения. Просто, если честно, чуть-чуть странновато. Потому что мне какие-то воспоминания флешбек из А4 в голову приходят. Реально, сейчас хочется врубить какое-то музло. Чисто поплясать, подрыгаться, не знаю, блин, ребят. Всем привет! Меня зовут Слата 4. Коллег, Кобяков. И представляете... Бля, чувак, у тебя раньше качало это музло? Ну, я не особо слышал, бля. Да, это странно, чувак. Подожди, блин. Бля, чувак, что-то какой-то реально трёх происходит. Блин, чувак, у меня очень чухается лицо. О, ребята, я чувствую себя реальным Владой и бумагой. Офигеть. Чувак. Чувак, ты был на А4, похоже. Фух, ты что, гонишь? Я даже ни хрена сказать не успел, реально. Ты так мелькнул, прям, реально, лицо А4. В смысле, поменяло? Да, реально было прям лицо А4. Вот такое, как на бутылке. Ты что, гонишь? Да, посмотри, реально. Да ты прикалываешься. Да, не, 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 посмотришь потом видосе, вот реально, как на вот этом деле, ребята, ну скажите, я же правда видел. Смотрите, вот как здесь, вот это вот лицо, вот это был ты, чувак. Вот реально, просто один в один. Оно реально работает. Может, ты хочешь там все его выпить? Не, не, не. Блин, может, ты полностью тогда превратишься. Возможно, ребята, если выпить, походу, половину, то реально можно стать А4, не знаю, на час. Короче, ребяточки, если вы хотите вторую часть с этим зелемом, с Владой и бумагой, то пишите в комментариях это обязательно. И давайте 10 тысяч лайков, и я сниму вторую часть, выпью половину и сниму чисто видос, как А4. Прикольно же будет, я офигею. Еще нужно купить лицо Глента и Кобякова, собрать всех и снять тупо пародийное шоу на А4 какое-то. Короче, ребята, если вам это интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно колокольчик. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok